Я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции я сейчас покажу, карту привез, они бы атаковали наши войска Беларуси и России, которые были на учении. С первого дня полномасштабного вторжения России на украинскую территорию Беларусь стала плацдармом для российских военных, атакующих Украину с севера. А спустя три дня в Беларуси прошел референдум, по итогам которого из Конституции удалили пункты о нейтралитете страны и ее намерении придерживаться безъядерного статуса и добавили поправки, расширяющие и усиливающие власть Лукашенко. Народ Беларуси сделал свой выбор. Выбор в пользу эволюционных преобразований политической системы. Однако плюсов Беларусь образца начала 2022-го фактически не получила, так считают эксперты у Центра новых идей Леся Рудники Гнадий Коршунов. Они разработали комплексный подход к оценке политической, экономической и социальной сфер в Беларуси. Назвали это индексом резилиентности. Экспертизы проводили до начала войны, но полученные данные, по мнению автора, свою актуальность сейчас не потеряли. Что бы мы получили на довоенном этапе, то действительно уже в то время состояние страны как системы можно было бы охарактеризовать и следует охарактеризовать как кризисное. Вот если брать в качестве примера ту же самую экономическую сферу, она очень большая. Нам там понятно, что не всё пока очень плохо, но и перспектив нет. В ближайшем будущем ситуация может только усугубляться, говорят эксперты. Новые санкции стран Запада в отношении Беларуси стали самым серьёзными за всю её историю. Я ни на минуту не начну доверять Лукашенко и белорусскому режиму. Восьмого апреля ЕС принял пятый пакет санкций, одним из пунктов которых стал запрет на передвижение белорусских и российских грузовиков по территории ЕС. Это сразу ударило по перевозчикам. Евросоюз отключил три белорусских банка от специализированных услуг по обмену финансовыми сообщениями, прежде всего SWIFT. Закрыли доступ государственных компаний к фондовым биржам Евросоюза. Под санкции попали 17 человек и 11 компаний. Мы, боюсь, сталкиваемся совсем не с краткосрочным кризисом. Мы как раз сталкиваемся с кризисом долгосрочным, основные эффекты которого мы увидим ещё только впереди. По-настоящему белорусскую экономику начнёт лихорадить через несколько месяцев, предсказывают эксперты. Прежде всего, следует готовиться к снижению курса рубля, росту инфляции, падению ВВП и реальных доходов до 16%, а также к существующим проблемам с занятостью. Ситуация резко ухудшается. И дело не только в санкциях. Дело, во-первых, в общей токсичности, которая окружает теперь Беларусь, к сожалению, так же, как и Россию, поскольку во внешнем мире Беларусь воспринимается как агрессор. И также это связано с тем, что происходит, собственно, в России, потому что Беларусь – это маленькая открытая экономика. Она очень сильно зависит от своих внешних партнёров. По данным белорусского издания «Экономическая газета», экономика государства вошла в красную зону. Это касается и показателей ВВП и роста цен. Падение ускорилось на фоне окончательной потери европейского и украинского рынков сбытов, усиления санкций и валютных проблем. И в ближайшие месяцы экономический кризис, а вместе с ним и политический, будут только нарастать. Наталья Ягусок, Владимир Штенгелов. Специально для информационного марафона Freedom. Телеканала UA.